Юбилейный парад памяти обещает стать самым массовым. Кроме традиционных расчетов по площади пройдут колонны трудовых коллективов студентов. Более 25 тысяч человек. Особое место займет Геройский полк, участники которого принесут в руках портреты героев. Геройский полк, который не только будет сопровождать уже по традиции народный артист Советского Союза Василий Семенович Лановой, но он предпочел наш парад, параду в Москве, потому что сказал уже парад памяти, для меня стал родным и я обязательно приеду в Куйбышев. Погода не помешает, уверены организаторы. Какова будет расстановка парадных расчетов, уже определили на главной площади города. Пока в усеченном варианте. Строевой шаг участники отрабатывают на местах. Особенно ответственно подходят школьники из патриотического движения Юна Армия. Они впервые пройдут в парадном строю. Они впервые пойдут по площади Куйбышева. Юна Армию будут представлять. Поэтому, естественно, они сделают все возможное, чтобы войти в историю первых юнармейцев, которые приняли участие, тем более в Любленном параде. Как и 75 лет назад, на параде будут иностранные дипломатические миссии. Места на трибунах займут представители посольств девяти стран. Мы знаем исторический факт, что военно-морской атташе Японии после парада сразу послал телеграмму о том, что нельзя вступать в войну. У русских большие силы. Наверное, уже за это надо сказать спасибо тем людям, которые шли по площади Куйбышева. В программе и воздушный парад с участием самолетов и вертолетов продлится парад памяти почти два часа. После запланирована концертная программа. Продолжение следует...